Михаил, помолишься? Господу сейчас, сейчас споем. А все можно. Царю небесную, утешитель в душе истинных И желездествых, и вся исполняя их Сокровища благих, и жизни подателю Приселись одны, и очистены от всяких скверных И сласи блажен души наша Благодарим Тебе, Христе Боже, за все, что Тебе для нас сделал И познакомил нас с такими людьми, братья и сестры Которые нам поддерживали, помогали Благодарим за все, что Тебе для нас сделал Слава Тебе, Отец и Сын Аминь Спаси Христос Брат у нас приехал аж с тех мест, где сейчас там В Палестине идут боевые действия Они оттуда, сестра у нас она сама русская А брат, ты по национальности кто? Араб Пожалуйста, вот, араб Араб это кто? Араб это значит Это значит Это значит потомок Авраама Да, ну там двух видов Ну, двух как, двух, не двух, что я говорю-то Не видов, а видов Нет, нет, никакие не расы Ты что? Просто одни, одни от Измаила идут От Агари Это араб Там такое было в земле Они назывались Едомляне Они тоже, естественно Так что, вот тут я ничего не могу сказать Это вот все арабы считаются Все арабские племена У Миши имя такое интересное Я не смогла запомнить по телевизору Три имени у вас, да? Расскажите Нет, фамилия, имя общества Как-то Мицрухли, как-то, как сказали Миц Я не еврей Нет Что-то Привет Фаор это фамилия Так, это нет А имя как вот Мунир Мунир Просто я слушала, слушала Ну, слушайте, вам на пользу пойдет Потому что не каждый день мы видим настоящего араба Брак, благослови наше общество именем Господа на арабском языке Ну, да благословит вас Господь Ну, там Аллах или как там, я не знаю, арабы там Мы говорим Бог Бог, говорите, да? Нет, ну это я А, ну да, да, да Ну, Аллах это мусульмане Ну, пускай мусульмане, я не против Я в здоровье, салам алейкум А не алейкум Я, правда, это Христос, Акбар Фалиюбарюка комараб Благословит вас Бог О А Бог как парабский Факуман Аллах Ну, это Бог, да Так что мы не будем тут сильно на это обращать Обратим внимание Да, раби Раби, да, это учитель Ну, да Да, по-еврейски По-арамейски вернее Не по-еврейски Так, ну вот, видите, какое у нас интересное начало Брат просто стал, помолился, оказался Кто прав, кто виноват Это вопросы задавайте Хотите, если в конце занятия Если кто желает В конце занятия В конце занятия Сказал дядя Игорь Не забудь Не забудь, запиши Итак У нас продолжение Евангелия Атеана Одиннадцатая глава Кто помнит Какой у нас стих Ладно, я помню Я так на всякий случай спросил Как бы не пошутил Проверил Проверил вас, да Искус такой небольшой Все равно не скажете Ну давайте Вот это вот мы читали или нет Было у нас Сказав это Он возвал громким голосом Лазарь, иди вон И вышел умерший Обвитый по рукам и ногам Погребальными пеленами И лице его обвязано было платком Иисус говорит им Развяжите его Пусть идет Тогда многие из иудеев Пришедших к Марии И видевшие, что сотворил Иисусу Веровали в Него А некоторые из них Пошли к фарисеям И сказали им Что сделал Иисус Я пришел поздно Вы уже раньше начали Я слышал, что мы рассуждали По поводу этих событий Ну да, почти что их Но нет Не было этого Итак, читаем 38-42 стихи Я сам просто вспомню Что вы думаете Себя проверю Иисус же опять Скорба внутренняя Приходит ко гробу То была пещера И камень лежал на ней Иисус говорит Отнимите камень Сестра умершего Марфа Говорит ему Господи, уже смердит Ибо четыре дня Как он во гробе Иисус говорит ей Не сказал ли я тебе Что если будешь веровать Увидишь славу Божию И так отняли Камень от пещеры Где лежал умерший Иисус же Возвел очи к небу И сказал Отче Благодарю тебя Что ты услышал меня Я и знал Что ты всегда услышишь меня Но сказал сие Для народа Здесь стоящего Чтобы поверили Что ты Послал меня Толкование Блаженному феофилакту Для чего Евангелист Опять замечает Что Иисус плакал Искорбил по сочувствию Для того Чтобы мы знали Что он истинно Облекся в наше естество Иоанн Сравнительно с прочими Евангелистами Возвещает о Господе Высшее учение И богословствует Нечто великое Посему И из дел его телесных Повествует О более уничиженных Что это великое такое Великое Что он Бога человек Вот это великое есть В отличие от Антихриста Как мы называем Сейчас того Кто будет Бороться С христианством И со христовыми Заповедями И благовестием Это звери Звери Человек Или человека Зверь Вот так И про него там Говорится Что он И зверь И дракон И прямоходящий Дракон И извивающийся Дракон И левиафан И бегемот И крокодил Все это говорится И лев Да еще и лев Рыкающий Почему Почему это говорится Так Об этом существе Ну в разные В разные Там кому-то Он где-то являлся Именно так Потому что Там вот И ангел Ангелы И архангел Михаил Бились С этим Сатаной И клевретами Его написано И он в виде змея Изображается То есть Да А змей прямоходящий Интересно Да Змей прямоходящий А все Вот там динозавры Там что-то Разговаривают Такое Вам ничего не говорит Змей прямоходящий Нет Змей прямоходящий То есть вот Иногда там Когда пугают Ну хотят напугать То сатану рисует Такая пасть у него Когти здесь И все И хвост такой На кого похож На человека На человека Но голова у него Не человеческая Да Поэтому Это вот Прямоходящий Змеюга А змей Который Извивающийся Это тот Который на дереве Был Он там был Там на лапах Видать Прямоходящий А потом Вот показывают Когда фильм Библия показывает Он там сидит Такой Его не поймешь Но видно Что черты Как лица Человеческие И как руки есть А какой он Сам непонятно А потом Когда Господь Проклинает его Он с дерева Вот так вот Раз На ветке Висит Как обезьяна И хоп У него Как бы эти Обрываются Руки Ноги И он падает И начинает Извиваться Змеем пополз А Господь его Проклил Будешь есть Прак твой Вот такой Змей Это все Это все он А левиафан Никто даже не знает А бегемот Про него говорится У Ивова Очень интересно Так красочно Описывается Хоть сейчас Прочитаю Ну Да Читали давно Нет Давайте Прочтем Брат Я то могу Тоже Прочесть Главу Только точно Не помню Это С 40 Наверное С 40 Начиная Ну что Первое Еще Он там Говорит Еще Крокодили Тоже Я сейчас тоже Найду А я пока Почитаю Да И так Что он говорит Что Господь Опять Посочувствует То есть Заплакал То что Господь Заплакал Говорит Что это Я нашел Давай Иво 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 40 Глава 10 Стих Вот Бегемот Которого Я создал Как и Тебя Он есть Траву Как Волк Вот Его Сила В чреслах Его И крепость Его В мускулах Перепетены Подожди Брат Кто видел Хвост У бегемота Как Кедром Брат Там Медицина Да У бегемота Ну написано Хвост У него У бегемота Вот такой Коротышка Да И он И он Когда хочет Пометить Свои владения Он Выходит На Когда Из болота Он Начинает Типа Пукать Ну как Называется И этим Хвостиком Так быстро Шевелит Что все Это Разлетается Вонято И вот Куда Разлетелось Там Его Владение А разлетается Очень Далеко Просто Вонято В чекали Разлетается Так В прах Разбит Он так Быстро Движет Хвостиком Показывают А эти Проходят Мимо Самочки Сестры И вот Еще Проходят Мимо И такие Останавливаются Как завороженные И все Попались Вот Какой Хвостик У него Это Не про Тот Бегемота Говорится Это Не про Того Бегемота Поэтому Вы Не Представляете Себе Бегемота Вот О котором Нет Это Не Тот Хотел Парить Сильный Живот Сильный Ну да Вы просто Это Змей Я все Про змеев Говорю Что они Все Потом Когда Прочнем И поймем Что все Все это Объединяет Одного Вот этого Зверя Человека Тут Больше Похоже На Носорога Какого Да 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 И у Носорога Такой Же Хвостик Хвостик Да По Жилам Жилы На бедрах Его Переплетены Ноги У него Как Медные Трубы Кости У него Как Железные Прутья Это Верх Путей Божьих Только Сотворивший Его Может Приблизить К нему Меч Свой Да Ну Хватит Наверное Вот Чтобы мы Поняли Как Красочно Литературно Описывается Все это На самом Деле Господь Кого Описывает Здесь Он Описывает Здесь Вот Этого Самого Зверя Сатану Что Ну А что Ну Подпробуй К нему Подойди Ну Допустим Пускай Самый Лучший Борец Там Этот Который У нас Побеждает Всех Федор Емельяненко Побьет Он его А Он сильный Человек Федор Емельяненко Один Сильнейший Или там Поветкин Есть такой Боксер У нас Тоже Чемпион Мира Очень Сильные Ребята За 100 Килограмм Ну А что Я показываю Ну Такие Как я Только Тройнее Естественно Кулаки У них Такие Ну А голову Там Чугунная Побьют Они Этого Нет Нельзя Человеку Победить Сатану Об этом Говорится А я Вам сейчас Расскажу Скажу Быстренько Историю Ну Мало Кто Знает Об этом Когда Были Игры По Открытию Колизея Это Начало Начало От Рождества Христова Там Какой-то Год 38 Приблизительно Когда Открытие Было То Собирали Со всех Со всех Земель Разных Зверей Чтобы Можно было Их убивать Таких Свирепых И Среди Них Собирали И Бегемотов И Носорогов Собирали И Львов Кучами Даже Жираф Собрали Думали Жираф Там Что А что Жираф Может Ему Попали Там Столько Стрелой Один раз Его кольнули Он упал Его Перерезал Горло То есть Неинтересный Был Ну а Вот Бегемоты И Носороги Интересные Очень Но Бегемоты Надо Была Вода Он Без воды Никакой Ушатанный Их Ловили А как Ну вот Делали Сети Плели И Цыпляли За ноги И потом Привозили В Рим Из Африки Понимаете Так что Здесь Говорится Не Не Бегемоти Вот Этому Чувственному Понятно Да Дальше Продолжим Посему И в скорби Господа Он находит Много Человеческого И тем Доказывает Истинность Плоти Его Чтобы Ты Познал Что Господь Был Бог И вместе Человек Ибо Как Лука Наверное Евангелист Конечно Подвигом Скорби И потом Господа Глава 22 Так Иоанн Да Лука Евангелист Слезами Его Доказывает Что Он Носил Истинную Плоть То есть Лука Это Когда Было Когда В Гевсиманском Саду Господь Молится И говорит И капли Пота Его Были Как Капли Крови Как Все Там Начинают Как Это Там Выступила Кров Там И так Далее Да И такой Пот Тоже Во многом Говорит Видите Это То есть Не без Эмоциональных Ибо Кто Одним Словом Моздык Мертвое Тело И Одушевил Уже Начавшего Разлагаться Говорит Уже Смердит Мария Мария Тот Гораздо Удобнее Мог Словом Отвалите Камень Отнимите Камень Говорит Господь Для того Чтобы Сделать Их Свидетелями Чуда Чтобы Не могли Как Прежде А слепорожденным Говорить Это Он Это Не Он То есть Гадать Евангелие Тайна 9 стих 9 глава То есть Он мог Сказать Мог Не Сказал Почему Для того Чтобы Все Поучаствовали Когда Они Отнимали Камень Как Понять Все Участвовали Ну Обычно Они Вдалеке Стояли А Когда Он Сказал Отнимите Камень То Там Начали Выходить Кто Он Крупный Камень Довольно Таки Там Человека Три Надо Четыре Чтоб Катнуть Его По Этому Желобу Там Желоб Такой Небольшой Чтобы Камень Покатился С одной Сторон На Другую А Другие Подходили Там Поближе А Чувствовалось Что Да Что Идет Гниение И Сейчас Дочитаю Ибо Присутствие На самом Месте И Отнятие Камня Своими Руками Должны Были Заградить Уста Неблагонамеренным Свидетелем Чуда Для Чего Молится Господь Или Вернее Принимает Вид Молитвы Слушай Как Сам Он Говорит Для Народа Здесь Стоящего Сказал Я Сие Чтоб Поверили Что Ты Послал Меня То Есть Для Того Чтобы Не Считали Меня Противником Богу Чтобы Не Говорили Что Я Не От Бога Чтобы Доказать Им Что Дело Это Совершено Мною По Твоей Воле А Что Именно По Другой Причине Представляется Молящимся То Есть Для Предстоящих Обрати Внимание На Самую Молитву Благодарю Тебя Отче Что Ты Услышал Меня Ясно Что Это Не Молитва А Только Положение И Вид Молитвы А Что Он Не Нужда В Молитве Это Видно Из Того Что Много Иное Совершил Без Молитвы Например Тебе Говорю Без Выйди Из Него Лука 4 Глава 35 Еще Хочу Очистить Матфея 8 Глава 3 Еще Прощаются Грехи Твои Матфея 9 2 То есть Перед Этим Ничего Не Говорится Лучше А Это Важнее Всего И Морю Умолк Не Перестань Марка 4 Глава 39 То есть Природе И так Для того Чтобы Присутствующие Тут Поверили Что он С неба А не Противник Богу Господь И молится Ибо Если При таких Делах Его При Всесторонних Доказательствах Едномыслия Его С отцом Говорили Что он Не от Бога Чего же Не сказали Если бы Он Не делал Ничего Такого Пожалуйста Игнать Тихоныч Я вопрос Ко всем Задам В мире Событий Очень Много Есть Такие События Против Которые Борются Вот сейчас Я иду На работу А мне Знают Я сейчас Поднял Руку И совмещал Там Хай Где-то Посадят Понимаете Против Нацизма Вот Когда Кончилась Война То Все Жители Германии Там Американцы Такое Бывшие Коммунисты Немцы Вернуть На прежнее Состояние Создание Людей Чтобы Они Поняли Фашизм Это Смерть Фашизм Нацизм Это Человек Не пройдет Вот эти курсы Его на работу Не принимали Никакой Льготы Нет То есть Расторковить Как раньше Делали Так Это Какое Событие В мире Было То ли Гитлер Затрелился Доказывает Что В 1972 Году Умер Там В Аргентине Показывает Место Где он Находится Сталин Бо-то Не верил Да еще Ради Бо-то Стрелился Так Советский Союз Против Развалился Сейчас Кое Где Есть Какое Мировое Событие Против Которого Такая Длительная Война Идет Самое Большое Число Людей И Какого Доказательства Того Что они Не правы Наша Задача Доказать Может быть Надо Вот такой Вопрос Какое Событие Против Которого Борются Все силы Ада И Как Доказать Что все Таки Было Это Событие Притом Это Доказать Можно Самому Себе И другим Показать И оно В указан В Евангелии Воскресенье Хороший вопрос Ну Конечно Если Зерно Падшее В земле Не умрет То Не Живет И дальше Вот Мне Смерть Предстоит Мне Гроб Предстоит Прибежит Суда Твою Боюсь Стань Спящий И Воскресни Из мертвых Сон Это Доказательство Того Что Мы Можем Воскреснуть Вот Второе Смотреть На растения Как они Пробуждаются И это Только Только Еще Кровь На руках Не засохла А уже Деньги Торгуют На деньги Мы Докажем Что Его Украли Ну Да Доказать Нельзя Что Его Не Распяли Потому Что Все Видели Здесь Под Сатана Подошел То Что Деньги Главное Деньги А Вы Скажите Мы Заснули А тут Если Заснули То Помните Ира Сколько 16 Человек Охраняли А Петра Нету Поискали Написано И всех Приказал Кознить Так Они Рядом Не стояли Около Камеры Должны были Стоять Вот Как Строго Они За этим Смотрели Значит Вранье Сразу Обнаруживалось И Как Вы Спали И Узнали Что Это Ученики Зорвали А не Другие Кто-то Если Он Воскрес Кто Там Сворачивал Одежду То есть Он Живой То Был Только Скорее Ноги Я Это Знаю Какое Событие Мировое Воскресение Христа И Теперь На Земле Уже 1600 Лет 1400 Лет Дьявол Непрерывно День И Ночь Учить Людей Что Он Не Воскрес Это Другой Человек А Его Украли Украли Живого Он Маленько Раненый Был Зачем Палочку Даете Вот Как Только Беседуем Что То И Сразу Спрашивают А Его Еще Непонятно Кто Сидит Убав Усы Брит Это Знаешь Кто Сразу Спрашивает Иисус Кто Был Бог Или Нет Это Я Точно Знаю К Какой Религии Относится Вот У них Там Есть Такой Человек Закир Найк Главный Это Лжец Прописан Я Говорю Это Захир Найк Вам Черная Заноза В мозги Ваш Пустоголовая Он Говорит Христос Нигде Не Говорил Что Он Бог Господь Я Говорю А Вы Сидите Рты Разъеду Скажи Да Евангелие Он Боится А Про Евангелие У них Написано 5 Сура 68 Аят Дал Нам Иль Жил Вам Христианам Сколько Евангелие Таурет Дал Тора Всевышний Дал Кто Может Изменить Они Вот Такие В разбежку Глаза На 13 Сантиметров Ну Понимаете Глава 13 Стих Написано Евангелие Теана Вы Называете Меня Господом Точкой Я Действительно То А Люди Которые Вокруг Его Говорят Ты Человек И Делаешь Себя Равным Богу За Это Хотим Распять То Они Поняли Правильно Откуда Мы Не Взяли Я Себя За Бога Не Выдаю Никто Не Скажет Такой Жен Ходил Человек Одевался Всем Нуждался Вот Главное Что Воскресение Христа Если Ты Поверил Чаю Воскресение Мертвых За Ним Следует Ему Воскресение Чаю Я Разговаривал С О Ними Старабляться Говорят Вот Видите Не Пьете Чаю А еще Чай Будет Чай Будет Подавать Чаю Надеюсь На Воскресение Мертвых И Поэтому Нигде Наверное Так Нету Как У нас Допустим У немцев Англичан Солнечный Сандей Зон Так Воскресение А у нас Воскресение Почему Они Так Не перевели Это Нигде Отлета Не Нашел А От Язычников Солнцем Он Нигде Себя Не Называл И Наш Метрополит Тогда Был Здесь Не Метрополит Архиепископ И Говорит Вот Видишь Мне Подарил Тут Был Один Ксенс И Не Ксенс А Кто Там Выше У него Был Такой Кардинал Кардинал Там Был Подарил Мне Книгу Библию И В этой Библии Сказано Что Солнцем Христос Никогда Не Был Назов Бог Солнцем Не Называются Это Язычники Я говорю Владыка А мы Говорит Он Солнце Ищет Так Знаете Открут Да Я Не Поверил Сильно А так Библия Считала Берет Она Тррр Я говорю Я даже Не Открыл Открыстит И тут Догадались Тогда Подел Заберите Туда Я Библию Зелег Докупил Фамилия Благословилась Да Я Слышал Пимен Когда Уже Болел Ему На ухо Шепнул Будто Будто Что Следующий Будешь Ты Почему Его Не Избрали Не Знаю Он Такой Видно Из Тебя Был Ну С ним Мы Деследовали Сколько Раз А Другой Раз 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 Тебя Прислушники Ну Нету Денег На Вино Они Эти Колон Купили И Напились И Утром Ему Подавать Застегивать Он Сам Падает Он Как Звякнул Он От Престола Вылез И Выполз На Животе Соскочил Ой Владыка Это Хулиган Ой Он Раз Раз Всех Я Не Одобряю Его За Это Все Таки Его Боялись И Одна Бабка Пришла Я Владыки Принесла Тут Сварила А он Там Дежурил Славик Он Как Вот Так В лоб Ей дал Пощел Только Разнес Позорная Пошла Отсюда Шлюх Ой Это Владыка Елеон Был До Кукиного Фамилия Итак Надо Верить Что Бог Называет Себя Солнцем 83 12 Салон У вас Библия Говорю В руках Вы Считайте И все же Она у вас Не выйдет А почему Разношение А разношение То Вот не знаю Сестра Вот это Кажется Сказала В интернете Я прочитал Степаненко Ему Говорит Что он Каждым Днем Все Дальше И дальше И Бог Отнял Веру И разу Как он Поднялся Такое Было Ну Я не о нем Даже говорю Но Воскрес Христос И поэтому Ну Кричите Везде Я когда Утром В молитве После Псалтирия Там Аллилуйя Я его не читаю А Аллилуйя Потому что Это ликование Пережимит И кто-то Сказал ему Это у него От того Что не было Рождения Свыше А в самом Начале Он Взял Тот Церковный Который И от Эти Мучается Я доказываю В течение Трех Минут Никаких Миссионерских Отделов Нельзя Создать Можно Воинственные Там Иконописные Добродетельные Христос По Двенадцать Послал Выбирает Семьдесят И опять И послал По два Моисей Илья Сколько Моисей Аром Два Кирилла Микводя Сколько Идут Вот Мы ездили Поездку Когда Длинная Мы двое И шофер Но шофер Одновременно Один Из Благовестников Миссионеров Одновременно Ну Виктор Садился И за руль Мы в день Проходили В среднем Одно тысяча Тридцать Километров Подъем Всегда Был Два часа ночи Как темняются Садились Но мы дорогой Спали И все И что мы сделали Это никому не сделали А почему Благодать И вот это я хотел сказать Благодать Когда ты веришь во Христа Ну а где написано Вот такое Что Бог за десятину Тебе дает Такое За вами наблюдаем У вас все получается Третья глава Малахии Господь говорит Не отверзнули Для вас небо Вот я когда обратился В шестьдесят втором году И услышал О десяти не говорят Я еще не знаю Не считал даже Библию-то не прочитал И сказали Что отверзну небо Ой Как я захотел Чтобы для меня было Здесь И сам мыслил Тако подумал А я буду платить Девять десяти И шестьдесят лет Так прожил И сама знаешь Под каждой заплатой Говорит Миллион И никто Говорит Еще нету Еще нету И обладаю Павел И мы беду Но всех обогащаем Это прикиньте Вот оно Что лежит Это же вообще Выразить нельзя Шестьсот пятьдесят Библиотек Получили полный комплект А сейчас добавляем Те куда Вот это Никому никуда Я только хотел спросить У вас кто-то любит Стихи или нет Любят Любят Ну иди сюда Ко мне С той стороны Зайди вот так Пройди Вон туда Крайне Сними И уже я к ней Не прикоснусь Она твоя Они много помогали Ну-ну-ну-ну-ну Счетыре тома Это полный комплект Смотреть Чтоб никто не попортил Потому что К ней эти цены не имеют Пропови в стихах Не было Никогда Никогда За 7500 лет А теперь Кодейка Береги Переучая Тут найдете много Примерно 80 стихотворений Поются в интернете 80 Все 80 Сказал 80 80 Ну да Просто Все Смотрите как легко стало Вот так Ждем На неделе Может приедет поезд В среду В среду Ориентироваться В среду Мне хотя бы немножко Штук 50 Сюда скинете Я сказал Беларуси 14 Сразу И скажете Сколько продадите Деньги перечислите А 2 Лично ей За работу 15 А не по 3 15 Ей лично 2 За работу И одновременно Послать это Если нет у меня Тут возьмите На столе разорвались У вас запечатанное А тут Где женщина раздевается Там уже Порвано Возьмите оттуда Мне надо убрать Вот так брат Вопрос По теме Прочитанный Сегодня Вот Как вы думаете После того Как предподошли люди Отвалили камень Вышел Обвитый По рукам И ногам Лазарь Из Гроба Отношение Тех Кто стоит Вокруг Какое Ко Христу Теперь будет Великое чудо Как правило Начинает думать Что он и не умирал Это первое А поэтому Там Пришел в чувство И узнали Сказали Теперь вид делают Надо где-то Авторитет Христу набирать У нее такое Второе Я видел В церкви Нарисованный Он идет Веселый Шагает И написано Связанный Да вы что Ну посмотрите Там же написано От него Чтобы когда развязывают Чтобы запах тлена Был слышен Чтобы поняли Что он Гнилье И вдруг все Пепочки заработают Все как надо А как его думаете Развязывали Там же какими-то Лоскутками Он был обвит Я не знаю Как развязывали Или резали Сказано как Нет А сверху Ну как кокон Да Раскручивали Еще нет Может быть Разрезали Раз не написано Мы можем предполагать Потому что Когда Христос был И тело уже помазали То резали Маленькие кусочки Отдерет Маленько Отрежет Поэтому Сыграть там Нечего было Я не видел Только считал Ну обычный такой Ну да Я вот говорю Меня если будете Хоронить Тщательно проверьте Умер я или не умер У меня все время Это мысль Понюхать Дайте там Перышком полупать Где там Разрежьте Какую-нибудь вену Игнать Игнатьич Отец у меня На руках умер И я понял Что он мертвый Ну бывало такое Что хоронили Живем Игнать Игнать Игнатьич Это Я вам говорю Это мертвый человек Все понятно Я говорю Вообще Было такое же похоронение Все стояли Думали Что он Может где-то Что-то и было И еще прям Да стопали Гоголя Почему он теперь Не с лицом лежит Да вас это ждет Думаете Игнать Игнать Да за вас Трястись будут Три дня Там стоять Сестры Псалтырь Будут читать Все Неправильно Я тебя еще Пограду Так вы не забывайте А не будет Общего Игнать Игнатьича Никого На гробе у меня Что-то заламинировано Чтобы не попало Капли никакая Не будет Запечатанное Новый завет Новый завет Тому кто желает Взять Берите во славу Божию И мне Одно положите на грудь Я когда отца Голову Голову взял Вот так Он же прям сидя умер Я вот так Подошел И вот Он вот так вот Сидел на стенку Прислонившись Я вот так Голову начал Поднимать Ему А голова у него Она все Она как Кусок камня Гипса какого-то Все Там нету Там нету ни жизни Ничего У него глаза Он прикрыл Вот так вот Я считал На войне было такое Похоронили одного А они друзья были А его направили в разметку Кажется Ну он вернулся А где там Афанасий Вчера тут такая была Война говорит Его похоронили Похоронили Да я же не просился А его как Богилу Закрыли Лисом Все Раскопали Он подошел Эх Афанасий Не мог подождать Он глаза открыл Да как ахнули все Это реальное событие Я считал не один раз Вот растет Вот склон Там лог А дальше Ровными А это вот так вот И Одна елка растет И без парашюта У него ни от камня Раскрылся Он падал Полтора километра Каз там Пал прямо на елку По веткам По ветвям А дальше снег И скатился И даже ничего не сломалось Это Миллиардное Даже не сойдется Вот как Бог делает Я Ну Думаю Что самое это Неприятное будет Когда проснешься И вылезти нельзя Вот цыгане Тебе туда телевизор Ставят там все Да разве Господь позволит За ваши труды Я доказал Что вы стараетесь Чтобы меня живем Туда не отправить Ну и меня тогда тоже Проверьте Да я доживу что ли Игнатиночка Я об этом молюсь Все Молюсь Просить Молить где-то Господь нас не выдержал Нам другое Не надо Каждый день Говорю Господи Вот как если мне это Как раз Я Вот это Шагать Я в комнате Вот так вот сейчас Начинаю с угла в угол Ровно как на крыльце И прохожу Где-то Шесть с половиной Примерно тысяч шагов Тысяч И у меня ноги Я же нормально хожу Ну нормально Я еще так это Стараюсь показать Что у меня нормально Вот ходят Когда-то не могут Мне не нравится Это Дайте воды Там выпить Или еще Нет Главное то Что работает Организм Я благодарю Бога Голова маленько Тут еще соображает И руки действуют Еще Думаю Весной Начнем ремонтировать Около дому Вот так Спроси У Игоря Владимирович Кто там В скайпе был Разблокировать Надо мне эти В старом Я в старом Люблю больше Чем в новом Это скажи За труды Ну что там Все так У меня не вещевые Деньги За любовь И за труды Так Ну Как у фанели Это была Клейменов Как Клейменов Клейменов Женя Женя Вот видишь Как сделал Вопрос Откнешь И ответ пополз Так он Это Разресование Это пошло От него Он показал Что можно Разресовывать С ней Вроде бы С красным диплом Да Такой же Вот Это не просто Так Очень Жалко курить Только Бросил Где-то интересно Не знаю Не знаю Так Ну ладно Молитесь Так Нашую Сущую Библию Библию Слава Богу Аминь Всегда Слава Богу Слава Богу Боже Сейчас Сейчас Нельзя Сил Это Сейчас Дови Вот Столько Назначено И Сейчас Столько Назначено Я Стихи Выставляю Первый Том Сейчас На Сайте Стихи Точком Да Вот Это Все Еще Три Часа Назначено Сейчас А Куда Потом Мы На Кордон Поехали Так Так